Как-то раз к Ньютону зашел один его друг, агностик, как он себя называл, так в то время называли себя неверующим, стыдно было называть себя неверующим, и они называли себя агностика, и он увидел у Ньютона на столе действующую бронзовую модель Солнечной системы, где планеты все вращались вокруг Солнца, и он сказал, какая классная вещь, кто ее сделал, а что Ньютон сказал, никто не сделал, сама образовалась, вот, он сказал, ну ты шутишь, не можешь же такая сложная вещь образоваться, Ньютон сказал, видишь, ты утверждаешь, что вот эта примитивная копия не может образоваться сама по себе, а при этом веришь, что гораздо более совершенный оригинал сам по себе возник. Ну, в общем-то, на бытовом уровне это убедительно, но с точки зрения логики этот аргумент не является обоснованным именно в силу своего индуктивного характера. То есть это аргумент по аналогии. Он делает вероятным, но не дает абсолютной уверенности, что за устройством мира кроется некий вид разума. То есть случайность, хоть и маловероятна, но возможна. Далее, аргумент не требует конструктора абсолютного, конструктора совершенного, он говорит о некем абстрактном конструкторе, который вовсе не обязательно должен быть христианским богом. Аргумент не объясняет существование беспорядка или зла в мире. Аргумент базируется на космологическом аргументе, потому что он в конечном итоге все равно говорит о причине замыслов во Вселенной. В лучшем случае он доказывает лишь наличие некого конструктора, а не конструктора с большой буквы. Но, как я говорил, основная слабость аргумента – это рассуждение по аналогии. То, что этот аргумент является индуктивным. В лучшем случае он подтверждает существование некого создателя, но не единого и истинного создателя, о котором говорит Библия. Тем не менее, именно этот аргумент, как альтернатива случайности, является наиболее действенным в современной науке. И многие ученые, благодаря этому аргументу, в том числе, приходят к Богу, хотя философы светские его отвергают именно в силу его индуктивности. Не то, что они говорят, что… Понимаете, тут очень интересно подмена понятия, то, что аргумент является необоснованным, он очень не говорит, что он верен. Понимаете, мы говорили? Обоснован аргумент или необоснован – это его структура. Но вывод может быть верным и у необоснованного аргумента. То есть, аргумент убедительный. Но поскольку он не обоснован, он говорит, мы же не можем, но у нас наверняка знает, что мы верим. Поэтому давайте мы его рассматривать не будем. Но на самом деле ученые, сами того поначалу не понимая, в 20 веке пришли, в самом конце 20 века пришли к обоснованной формулировке теологического аргумента. Это, так называемый, аргумент – сложность, не поддающаяся снижению. Сам термин этот придумал Майкл Бихи, вот мы видим его портреты, там она на полочке стоит, скульптура Дарвина, читающая книжку Бихи под названием «Черный ящик Дарвина». Майкл Бихи – микробиолог. И он занимался, значит, он приводит следующую аналогию, следующее рассуждение. Давайте рассмотрим мышеловку. Ну, я, конечно, небольшой специалист в прикладном мышеловлении, поэтому не могу точно описать вам конструкцию мышеловки, но вот такая вот простейшая мышеловка состоит всего из пяти деталей, некая платформа, на которой закреплены детали, ядник, крепящий пружину, пружина сама, рамка, которая, мягко говоря, ловит мышь, и замок, на который цепляется приманка, и все это, значит, приводится в действие. Вот такая вот примитивная простейшая мышеловка. Вот теперь, имея вот эту мышеловку, мы можем начать теоретически рассуждать, как за миллионы лет вот эта мышеловка совершенствовалась и превращалась в все более и более сложную мышеловку, там, с диспенсером, подающим, значит, корм, значит, приманку, утилизатором, значит, пойманных мышей, там, с поднимающимися воротами, и так далее и прочее. То есть мы можем дальше рассуждать в сторону усложнения, как ее можно усложнить. Но проблема не в этом. Проблема в том, что мы, в принципе, не можем придумать, как ее можем упростить. То есть вот эта конкретная конструкция является примером конструкции сложности, не поддающейся снижению. Если хотя бы мы один элемент из него убираем, это больше не мышеловка. Мы можем рассуждать, как доски там эволюционировали на пилораме, а, значит, пружинки эволюционировали, значит, в часовой мастерской. Но все это по отдельности не могло эволюционировать, как мышеловка. Мышеловкой оно не было. Мышеловкой оно становится тогда, когда эти детали все собираются вместе. И Бихи, как микробиолог, занимался исследованием движения одноклеточных организмов. Ну, вы, наверное, может быть, там, по телевизору, в фильмах научных популярных, видели, как движутся одноклеточные организмы. У них такой, типа, флажок такой, типа, хвостик такой дрыгается, пропеллер, называемый флагеллой. Жгутик, кнутик. Так вот, Бихи, собственно, занимался исследованием вот этого механизма движения одноклеточных организмов. И пришел к потрясающему выводу. Оказывается, вот как раз вот здесь изображен флагелл, а это вот мембрана, вот эти две поверхности мембраны одноклеточного организма. Выяснилось, что устройство вот этого вот органа движения одноклеточных организмов абсолютно идентично устройстве созданного человеком электрического двигателя. Только если электрический двигатель большой, тяжелый и громоздкий, то вот здесь вот каждый шарик на этой картинке – это одна молекула. То есть, абсолютно такое же устройство создается на уровне единичных молекул. Если бы хотя бы, что здесь точно так же есть ротор, статор, подшипники, щетки, есть вот гибкие, гибкое сочленение, значит, передающее движение, вот, и при этом хотя бы не было, если бы хотя бы одного элемента, то этот орган бы не был в органах движения. Он просто для этого не соответствовал. И теперь, говорит, мы можем с вами, в общем-то, начать спекуляции, логически рассуждать, как вот этот самый орган в ходе эволюции превратился в руки-ноги. Но есть одно «но». Мы никогда не сможем найти выход, как он стал вот таким. Потому что если бы в нем не хватало хотя бы одного элемента, он уже бы не был органом движения. И рассудея о том, что в результате эволюции органы зрения в органы движения превратились, или там органы пищеварения в органы движения, они наивны. Потому что развиваться как орган движения должно что-то, может только что-то, что является органом движения. Функциональные органы живых организмов, утверждает бихи, представляют собой устройство сложности, не поддающиеся снижению. Следовательно, они должны были иметь совершенную функциональную конструкцию изначально. Следовательно, они не могли развиваться самостоятельно. Следовательно, они имеют конструктора. То есть, обратите внимание, если классическая формулировка Paley, технологического аргумента нам говорила, что скорее всего, вероятнее всего предположить, что есть конструктор, то вот эта формулировка, формулировка, отталкивающаяся от сложности, не поддающаяся движению, она нас приводит к выводу, что конструктора не может не быть. То есть, разница между ними, примерно такая же разница, как между первой и второй формулировкой космологического аргумента вон Сильме Кентерберийском. То есть, первая формулировка указывает, что должен быть, скорее всего, что совершенная сущность, скорее всего, должна быть присуща, значит, такой свойства, как существование. А в то же время вторая формулировка говорит, что совершенная сущность не может не существовать. То есть, также, если, еще раз повторю, формулировка Paley говорила, что скорее всего должен быть конструктор. Эта формулировка говорит, что конструктора не может не быть. Собственно, Бихи, сам того не зная, сформулировал обоснованную, значит, формулировку теориологического аргумента. Сейчас он сам убежденный верующий, читающий лекции на эти темы. И, собственно, с этого открытия Бихи началось целое новое веха движения, научного движения, которое называется движение разумного замысла. Далеко не все ученые входящие в движение разумного замысла верующие, но даже неверующие ученые входящего движения, они признают, что единственный способ объяснить, они отказываются от объяснения этого объяснения, от причин, но при этом признаешь, что единственный способ, который реально научно может объяснить этот мир, это существование за этим миром разумного замысла. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok